Палестинское движение «Хамас» обвинило Цахала в ударе по гражданской инфраструктуре. По меньшей мере, 15 человек были убиты 3 августа в результате израильского удара по школе в секторе Газа, в которой размещались перемещенные лица, в районе Шейх Радван, сообщает пресс-служба правительства, управляемого «Хамас». Израильские военные заявили, что школа использовалась боевиками в качестве командного центра для укрытия и производства оружия. «Хамас» опровергает обвинение Израиля в том, что он действует в гражданских объектах, таких как школы и больницы. Ранее в субботу в результате израильских ударов по Анклаву погибли 6 человек в жилом доме в южной части Рафаха и еще двое в городе Газа, сообщили представители Министерства здравоохранения Анклава. Израильские военные заявили, что их силы нанесли удары по боевикам и уничтожили инфраструктуру «Хамас» в Рафахе и других районах. По данным представителей Министерства здравоохранения Газа, в ходе израильской военной кампании были убиты по меньшей мере 39,5 тысяч палестинцев. Израильские военные самолеты атаковали школу «Хамама», в которой размещены тысячи перемещенных лиц, говорится в заявлении палестинского движения. Армия обороны Цахал заявила в субботу, что ВВС Израиля нанесли удары по террористам, действующим в Центре оперативного управления «Хамас». При этом они добавили, что ранний объект был известен как «Школа Хамама». Террористическая организация «Хамас» систематически нарушает международные права, действуя под прикрытием гражданской инфраструктуры, жестоко эксплуатируя гражданское население и учреждения в качестве живого щита для террористической деятельности, говорится в заявлении Цахал. Накаляется обстановка и на западном берегу. Израильские военные заявили, что первый из двух авиаударов попал в транспортное средство в городе близ Тулькарма, нацелившись на центр боевиков, который, по их словам, направлялся для нападения. В заявлении «Хамас» говорится, что один из погибших был командиром бригады Тулькарм, в то время как союзник «Исламский джихад» заявил, что остальные четыре человека, погибших во время удара, были бойцами. Израильские военные сообщили, что через несколько часов второй авиаудар в этом районе был нацелен на другую группу боевиков. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщило, что при ударе погибли четыре человека, а «Хамас» заявил, что все девять погибших в двух израильских атаках на западном берегу Иордан были бойцами.